ребята всем привет нахожусь подсолнечном поле собственно говоря у нас здесь в этом году прямо атака вообще совки бешеная все сжирает непонятно откуда но ролик будет не об этом в общем сейчас мы едем наверное в самое крупное хозяйство в котором мы были площадь больше 10000 гектар и сегодня мы возьмем интервью ребят у самого простого парня жеки который ездит на беспилотном комбайне в общем приятного просмотра расскажи пожалуйста что за техника установлена вашем комбайне установлена система автопилотирования комбайна данная система помогает вести комбайн если молотить колоссовые с жадкость такой то ведет комбайн по бровке потому что там настройки переставляется вот объяснили человеку как как вот не знающим бровка что такое ну вот смотри где ты не скосил стоит зерно и где скосил вот эта часть называется бровка между скошенным и не скошены это называется бровкой у нас и ты выставляешь захват например но ты поставил 30 сантиметров включил ее и он пошел так же как бровка идет неровно так он ведет и комбайн неровно за ней также и будет вести с выставленной бровкой в 30 сантиметров то есть грубо говорят о как адаптивный круиз-контроль да он видит что впереди как бровка идет камера это все фиксирую точностью и да заблаговременно она показывает на мониторе полосу как он будет ехать она видит вдаль не прям перед кабаном а вот именно вдаль она смотрит и фиксирует эту бровку и также ведет и комбайн по этой бровке вдоль до края до края доходит она отключается я разворачиваюсь включаю опять и и поехал скажи какие плюсы она добавляет да то есть что она экономит экономит время твое экономит внимание на концентрации именно смотря на постоянно на бров ну так ты сам вручную на вот это дергаешься тут она полностью нет так я вручную вручную я постоянно смотрю сюда просто-напросто влево потому что мне надо фиксировать ее бровка а вот что справа я же на нее не смотрю потому что мне желательно смотреть постоянно сюда чтоб я бровку вел ровно не чтоб не оставлял гривы или больше бровку не делал потому что это трата времени трата соляры впустую а так я ее включил уже я фиксирую всю жатку и процесс уборки больше концентрирую внимание уже на процессе уборки они на том что я смотрю постоянно какая мне там бровка соответствует она или нет оставляю я грифку или нет так а до этого ты работал без без этой системы до до этого работал без нее она единственного единственная в хозяйстве да вот первым не поставили в этом году за что-то а самый молодой сам молодому сразу научиться и пользоваться ну да сказали старые как-то не очень к этому относятся потому что они не привыкли работать с новой техникой им надо чтоб держать руль постоянно тут руль держать не надо он рулится реально она полностью сам руки руль отпускает все он едет сам не надо руль держать ничего он сам рулит скажи комбайн какого года 2015 то есть это не новый комбайн это не новый это почти один из самых старых в хозяйстве и устанавливается этот автопилот абсолютно на любом абсолютно на любой комбайн даже не руссельмаш и на классы ставят и на нью-холланды ставят на любой на какой технике гонял на руссельмаш на джандире но у меня джандир трактору на джангеровский что более самое вот из этих моделей что вот самые все хороши по-своему все комбайны разные мы недавно снимали нью-холланд вот из своего муж какого-то опыта расскажи что вот какая муж техника самая самая такая ну больше всего хвалят конечно джандир джандир потому что фирменная техника более такая что вот ну типа марс более продуманно да не у меня мотор стоит mercedes в этом комбайне стоит мотор mercedes не от двигателя зависит но я имел и думаешь папа комфорту по качеству как-то комфорт кондиционер есть уже техника с кондюком и до нас там году давно я работал до этого на доне тоже руссельмаш он 2007 года там кондиционер стоит справляется он вообще конечно спокойно расскажи что в салоне добавилось монитор вот этот планшет да вот этот планшет это вот он показывает данные с камеры скажет фильм это можно смотреть если вай-фай подключить конечно интернета на нем не нет 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 он исключительно с этой системы схема работает да какие функцион показывать что что на нем можно увидеть ну я же говорю он показывает данные с камеры полностью все все данный как камера видит он все показано мониторе но камера видит мне в таком режиме как мы с тобой веди ну да камера видите в режиме вот разность высоты культуры она показывает разным цветом красным показывала где яубрал фиолетовим показывала где я не убрал и синим показывают жатку жатку она тоже фиксирует она ее видит синим показывают жатку вращающийся мотовила а зеленым показывает линию по которой будет ехать комбайн скажи а какие-нибудь камни препятствия видит она да в настройках все выставляется все она будет фиксировать будет создавать звук ты когда настраиваешь выставляешь высоту убираемой культуры вот ты поставил 60 сантиметров все что выше 60 сантиметров она на это все будет давать предупреждение что она видит преграду давать сигнал как выдавать будет сигнал будет до сигнализировать что камера видит преграду что надо обратить на это внимание слушай а насколько она скажем интегрирована с комбайном может какие-то мосты задействованы то есть какая-то доработка идет по самому комбайну или просто физически технически вернее поставили камеру поставили планшет и все ну так она к мосту она ни к чему не подсоединяется есть до пацаны говорили есть отдельно блок отдельно ставится блок что она даже будет останавливать комбайн видя преграду он будет тормозить сама эта система будет останавливать комбайн просто и все но в вашей пока не установлены в моей комплектации такого нет это отдельно ставится сколько комплектации существует это самая базовая у вас или наоборот я даже не знаю я не спрашивал они установщики ставили ее ночью их пригнали четверых они ночью ставь за ночь мне все установили быстро до установкой их четверо приехала они за ночью все установили с утра я также поехал потому что мне было работать я вечером от молотил приехал поставил комбайн они все до утра сделали я утром также поехал молотить слушай но насколько вот так вот из опыта да скажи вот люди нас разные смотрят у многих есть опять же тоже разная техника может быть кому-то пригодится насколько вот она удобна не будем сейчас баллов накидывать да там скажем компании насколько вот она действительно нужно и полезно система как бы да очень полезно я же говорю также даже вот элементарно что ты не фиксировал постоянно свое внимание на удержание бровки ты ее включил и также можешь просто фиксировать всю жадку же не именно смотреть на сам край потому что жадки разные тоже есть жадки 9 метров 12 метров ты же не будешь постоянно смотреть туда в край чтобы видеть где-то бровка тебе надо смотреть на всю жадку потому что мало ли здесь попал камушек или еще что-то отбила сегмент уже жадка не будет косить и будешь оставлять гриву но ты этого не увидишь если ты будешь смотреть постоянно влево на край а так ты будешь постоянно смотреть фиксировать всю жадку также она будет вести комбайн по этой бровке которую ты выставил он не будет вилять будет экономия солярки больше производительность комбайна в день больше будешь намолачивать элементарно уже плюсы идут какие ты не тратишь топлива и больше набиваешь тоннажа за одну рабочую смену короче в хозяйстве действительно есть смысл задуматься приобрести да тогда конечно потому что система хорошая с какого года на на комбайны имеет смысл ставить на муж есть какие-то доисторические модели что ну это точно не не про эту историю ну все еще зависит от фирмы комбайна по этому примеру это идет рост сельмаш рательма какой торум 750 кстати популярная модель вообще у многих и везде беру потому что у него уже стоит ротор про то да не барабана ротор вот так смотри если мы берем вот эту вот модель с какого по какой год она выпускалась я даже не знаю когда первые пошли ну вот у вас пятнадцатого года 15 года это не 1 до вроде нет я точно не знаю были еще семьсот сороковые они тоже уже шли роторные но у них просто они шли они полноприводные у меня привод только передние колеса гребут у него полную и задние гребут стоят гидромотор но это лучше это у него больше проходимость то есть он где в грязи на разве у него больше проходимость но и да такой тоже можно поставить она тоже будет работать почему нет сколько механизатора платят ну все зависит от работы и сколько ты за сделал на среднем на на уборке я работа это ножа на тракторе я работают гитара среднем сколько месяц выходит ну до 100000 до 100000 хороший зарплата ну это и что же все сезона зимой у нас работы нет мы ничего не зарабатывать вообще ничего не платят ремонт ну что типа ремонтирую ремонтируешь до ремонтируют комбайн ремонтируют трактор или какой-то агрегат который нам часовка идет или сделать почасовая сколько час 150 ну хотя бы уже 150 рублей ангары теплые или нет просто вот так вот и вот тогда те сколько лет 27 20 ну почти ровесик камера фиксирует разность высоты вот в таком режиме она ведет съемку также вот выставляется вот она написано что работает по рядку выставляется культура которую ты убираешь вот стоит подсолнечник включается вот нажимаешь запомнить и включаешь настройки тут же также что его настраивается полностью все выставляется комбайн можно даже поставить густо на комбайн будет показывать выбираешь культуру вот культура высота культура определение высоты скорость ширина захвата жадки полностью все настройки все можно все что все что хочешь можно все поставить какой сорт выращивать там разные сорта сильно я даже точно не знаю есть на масло вот это на масло мелко есть кондитерская то вот такая вот крупная веселья сам она вот такого размера семечка крупная которая вот идет на конфеты на всякое такое но кукусики да пусть именно туда же расскажи пожалуйста где прячется вся эта система все стоит аккуратно все под кабиной нигде ничего не торчит а что вот эти ребята за ночь поставили да 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 все вот все спрятано под кабиной ничему не мешает нигде не цепляется нигде не трется желтый шланг это от нее да это да да это вот от нее идут от блока управления это тоже от нее мнение не это копир на нажатку положение наклонной камеры показывает и удобно доступно можно подлезть за что-то да вот спокойно они же также и ставили все ничего не снимали комбайн ничего не разбирали жатко было даже прицеплено жатко стоял они прям так вместе с жаткой все везде все подсоединили все поставили вот это ребята так здесь еще где что-то идет ну питание заходит провода они завели все в блок тут ящик с предохранителями они прям туда завели все поставили предохранители все везде пристегнули прикрутили штатную систему подсоединились и также датчик стоит на колесе ну на задней балке датчик положения колеса то бишь ты колеса поворачиваешь и также датчик поворачивается и он фиксирует куда повернуты колеса и также куда ему надо подвернуть считывает данные с этого датчика и уже распределитель подает масло и поворачивает колеса комбайна мед до чистом мед на этой технике уже стоит на этой обнове или еще нет нет пока пока у меня туда еще пока не собачу на тебе поставить я же говорю самый молодой а этот водитель постарше меня намного смотрю что все возраст на молодые ребята ну в основном да то есть взрослых прям таких матерых матерых нету лет по 6 есть михалыч востриков на пенсии у нас комбайнер и фигачивает сегодня джон дир какой-нибудь нет у него такой же тором только семьсот сорок и бульдозерист он еще у нас работает на бульдозере он вообще вообще по профессионам бульдозерист на севере работа он по северам ездил постоянно а сейчас на пенсию вышел и пошел к нам кафос работать на комбайне и вот на бульдозере так круто что в колхозе колхозы еще есть большой вас колхоз ну довольно таки да гектар я точно даже не скажу сколько но много за 2000 за 10000 да за 10000 хозяйства да сколько у вас комбайнов своих 10 торомов и 2 дона еще старых есть 12 12 комбайнов импортную технику например с турции пригоняете на помощь семей нет не чисто всегда своей обрабатывать нет ну те года у нас приезжали наемники но наши местные с краснодарской армейского района тоже тором и приезжали до пацаны но в этом году сказали нет мы их брать не будем будем убирать все сами своими силами потому что в этом году мы вот купили еще новых три у нас было тогда 7 а сейчас еще мы три купили новых в этом году вот вот он один новый стоит бабки на колхозе значит есть до технику закупаем конечно да слушая почему гир и вот они почти все новые самым старым пять лет почему например вот 8 марта не джонгер не было потому что тором дешевле и по производительности тоже хороший то есть все таки типа цена качество выбирать да а сам хотел что за те деньги за который ты купишь джонгер можно купить два торома ну грубо говоря это грубо говоря так то нет ты купишь два но все равно если ты купишь два джонгера ты можешь купить три торома уже если так говорить а по производительности почти почти говорят разницы нет что у торома что у джендира конечно качество лучше дал джендира они качестве ненамного качественнее делаю тором да он тоже как бы славится своим качеством что довольно таки хорошо собирают двигателя техника но двигателя не то закупает они уже их готовы просто устанавливает и все ну ты хотел бы себе новую малышку почему нет кто не хочет на новом на новом тракторе на новом комбайне поработать кто не хочет но вот так принципиально отличие есть вот новый допустим у твой 15 года какие-то вот по салону мы по опциям не кабина вообще одинаковая в кабине разницы нет никакой не кабины идентичны у всех одинаковые разница двигателя у нас разные у меня стоит mercedes у него стоит каменец и каменец он немного мощнее чем раз и разница в том что у меня передний привод у него полный привод стоит у него все четыре ведущие у меня только только период и в грязь и дождь а их же шиберут у нас же шристи рис молотит а рис это такое дело что можешь воде расти там грязь поэтому нужен комбайн он нужен полнопривод на свой я ставлю просто гусениц мне ставится железная есть гусеница я снимаю колеса ставлю железные гусеницы и и пошел также смолотить как он на полном приводе на колеса также я на своем переднем приводе только на гусеницах же но подведем такую небольшую линию итога все-таки интересная тема я думаю наши зрители может быть кто-то посмотрит кто-то почитает за эту дополнительную опцию вот реально скажи процентном соотношении можешь какую-то линию грань итогов что ли провести ну производитель вот как пацаны устанавливали говорят на 20-25 процентов производительность комбайна увеличивается с данной системы но ты как вот прям непосредственно человек который постоянно есть когда ты знаешь сколько ты собрал сколько по времени ты можешь сказать ну действительно это так или действительно до система работает жень веришь ли ты что вообще ближайшие годы настолько будет автоматизировано что вот механизатор принципе вообще не будет нужен ну система не стоит на месте все меняется все модернизироваться появляются новые системы даже вот взять этот автопилот раньше такого не было систем раньше все пилотировалось вручную сейчас уже есть прогресс какой-то видишь через пару лет может и там никого не будет он будет ездить сам ты будешь стоять или даже сидеть день в кабинете за джойстиком или за компьютером и управлять его прикол а он будет сам работать просто в случае поломки до будет выезжать как они там ремонтная бригада приехала на поле его отремонтировала наладила и он дальше также прикинь за глючит он как-то и будет вообще эта машина убийства ракеты ракетами будут рисом чеки долги это тоже такое да может быть даже вот взять ну вот на тракторах у нас подруливающие устройства стоят потому что есть поля где рядом расположена линия электропередач бывает трактора теряется сигнал пропадает это вода тут как бы тоже вопрос этим как-то надо думать и продумать этот вопрос решать этот вопрос вот даже взять мы на тракторе я сел с подруливающим устройством рядом идет трасса едут фуры на фурах у многих состоят глушилки моя подруливаю устройство она просто отключается она отключилась и все я техника как шла так она куда он хотел туда он и пошел я останавливаюсь отключаю возвращаясь назад где она отключилась включая все по новой и тогда еду дальше вот этим вопросом да надо думать этот вопрос как-то надо решать потому что таких моментов много это надо все продумать ну я же говорю ничего на месте не стоит все двигается все меняется красавчик пожмите руку большое спасибо за развернутый блистательный ответ